Эффективность научных исследований в сегодняшнем мире в огромной степени зависит от эффективности использования информационных инструментов. Исследования более не проводятся изолировано, они проводятся в контексте мирового научного информационного пространства. И для того, чтобы результативно работать с мировым научным информационным пространством, нужен доступ к современным научным информационным инструментам. Мордовский государственный университет и библиотека Мордовского университета являются одними из лидеров по освоению таких инструментов. В том числе в доступе у сотрудников, преподавателей университета, аспирантов и студентов имеется доступ к крупнейшей в мире реферативной и мультидисциплинарной базе данных научных публикаций Web of Science Core Collection. Это база данных, которая производится и поддерживается компанией Thomson Raiders. И сегодня я расскажу о базе данных Web of Science Core Collection, об информационной платформе Web of Science и о ряде других инструментов, которые призваны сделать вашу работу наиболее результативной, наиболее быстрой, наиболее эффективной. Вначале несколько слов о компании Thomson Raiders. Компания Thomson Raiders на сегодняшний день является одной из крупнейших, если не крупнейших, компаний в мире, которая занята исключительно производством, передачей информации, разработкой различных информационных ресурсов, решений и баз данных. Thomson Raiders это компания, которая имеет более чем 150-летнюю историю. Она была основана в середине XIX века. На сегодняшний день в компании работает более 60 тысяч человек в более чем 100 странах мира. Здесь в качестве примера у меня на слайде приведены крупнейшие офисы компании Thomson Raiders. Как вы видите, они разбросаны практически по всем континентам мира. В состав компании Thomson Raiders входит в частности мировое информационное агентство Raiders. Это имя, наверное, практически всем известно. Просто просмотрев вечерние новости, скорее всего, вы с этим именем столкнетесь. Но помимо информационного агентства, компания Raiders также производит широкий набор различных информационных продуктов в самых разных областях. Это информационные продукты и решения, связанные с финансовыми инструментами, с оценкой финансовых рисков. Это инструменты, связанные с чириспруденцией, связанные с налогом и отчетностью. И, наконец, у нас есть отдельное направление, которое занимается производством информационных инструментов в области интеллектуальной собственности и науки. И, собственно говоря, именно о разработках этого направления я сегодня буду рассказывать. В рамках этого подразделения происходит работа над целым рядом различных инструментов, в том числе над информационными базами данных, посвященные патентам, над информационными базами данных, посвященными науке жизни, и, наконец, над универсальными реферативными научными базами данных. И основой универсальных реферативных научных баз данных является информационная платформа Web of Science. Это очень мощный информационный инструмент. Это информационная платформа, в которой в рамках одного интерфейса, единого интерфейса поиска, объединено несколько десятков различных баз данных. А центром информационной платформы является база данных Web of Science Core Collection, или ключевая, основная база данных Web of Science. Кроме этого, на платформе также размещены специализированные базы данных. Это база данных по наукам о жизни и биологии, такие как Biosi Citation Index, Biological Abstracts. Это база данных, уникальная база данных по патентам, Derwent Innovation Index. Это база данных с медицинскими публикациями, реферативная база данных MedLAM. Это уникальная в мире база данных, которая отслеживает цитирование не публикаций, а, собственно, массивов научных данных, Data Citation Index. И ряд других. Все эти базы данных вы можете найти на информационной платформе Web of Science. Центром информационной платформы является мультидисциплинарная реферативная база данных Web of Science Core Collection, которая имеется в подписке Мордовского государственного университета. Сразу хочу сказать, для тех, кто этими базами данных уже пользовался, ранее вся информационная платформа называлась Web of Knowledge, сеть знания. Вот у меня слайд, который я показывал буквально пару месяцев тому назад. Совсем недавно платформа была в целом переименована Web of Science, а, собственно, база данных Web of Science теперь называется Web of Science Core Collection. Для того, чтобы дать представление об общем объеме информационных ресурсов на платформе Web of Science, я хотел бы привести несколько цифр. Всего в базах данных на платформе Web of Science находится информация, которая проиндексирована из более чем 18 тысяч научных журналов. Ежегодно мы индексируем более 12 тысяч выпусков научных конференций. Всего на сегодняшний день проиндексировано более 50 тысяч научных монографий. Далее, обратите внимание на эту цифру, у нас также имеется информация о почти 52 миллионах патентов. И, наконец, есть информация о свыше чем 2 миллионах различных массивов данных. Это те ресурсы, которые находятся в целом на платформе Web of Science. Если говорить об основной базе данных, о базе данных Web of Science Core Collection, то, прежде всего, как я уже говорил, нужно отметить, что это крупнейшая мультисциплинарная реферативная база данных. Это, прежде всего, база данных научных периодических изданий, хотя далеко не только периодических изданий, на сегодняшний день они также индексируются научные монографии. Всего в базе данных Web of Science Core Collection находится свыше 55 миллионов записей различных научных публикаций и свыше 800 миллионов ссылок. В ней содержится база информации о публикациях и цитировании более чем за 110 лет. То есть полные архивы базы данных Web of Science Core Collection начинаются с публикации, опубликованных в 1900 году. И содержимое этой базы данных еженедельно обновляется. Каждую неделю, в ночь, со среды до четверг, в базу данных добавляются сотни тысяч новых публикаций. На сегодняшний день база данных Web of Science Core Collection является одним из основных инструментов для работы с научной информацией во всех крупнейших университетах мира. Как вы видите, в целом на сегодняшний день на базу данных подписано свыше 6 тысяч организаций, в основном это университеты. Базой данных пользуются ежегодно свыше 20 миллионов пользователей и около 150 тысяч пользователей заходят в базу данных ежедневно. И как вы видите, география использования базы данных Web of Science Core Collection достаточно равномерно распределена по всему миру. Я хочу сказать теперь несколько слов об истории возникновения базы данных Web of Science Core Collection. База данных была создана американским ученым Юджином Гарфилдом, который в 1955 году первым предложил создавать базы данных научных публикаций, которые бы учитывали взаимное цитирование различных публикаций. Для своего времени это была достаточно революционная идея, она не сразу была встречена с пониманием. В 1960 году Юджин Гарфилд создал специальную организацию Институт научной информации, Institute for Scientific Information, в которой происходила разработка подобной базы данных, которая бы полностью учитывала цитирование научных публикаций. И первое издание такой базы данных, Science Citation Index, вышло ровно 50 лет назад, в 1964 году. Так что в этом году мы празднуем 50-летний юбилей создания этой базы данных. Господин Гарфилд, кстати, до сих пор жив, относительно недавно отпраздновал свое 85-летие, и до сих пор продолжает участвовать в разработке методологии работы в базы данных, которые он создал ровно 50 лет тому назад. И, наконец, в 1992 году Институт of Scientific Information стал частью компании Thomson Scientific, которая впоследствии свелась с компанией Thomson Reuters, и сейчас эта база разрабатывается компанией Thomson Reuters. Как я говорил, основным принципом работы базы данных является анализ цитирования. Для всех публикаций, которые индексируются в базе данных, происходит полное индексирование всех цитирований этой публикации. Это делает базу данных чрезвычайно полезным инструментом в двух областях. Во-первых, такая база данных является достаточно эффективным научно-информационным ресурсом. С помощью этой базы данных вы можете проследить развитие определенных научных направлений. В особенности с учетом глубины архива данной базы данных. Вы можете проследить то, как различные научные идеи и концепции передавались от одного поколения ученым к другим. Как развивались определенные научные школы. И, наконец, вы можете посмотреть, какие публикации вызвали наибольший интерес. Какие публикации являются классикой науки в определенных научных областях. И последнее свойство позволяет также использовать базу данных Web of Science Core Collection в качестве эффективного инструмента наукометрии. Поскольку с использованием этой базы данных мы можем посмотреть популярность работ тех или иных ученых. Мы можем оценить популярность научных журналов. И мы можем оценить эффективность тех или иных научных и учебных организаций. Теперь скажу несколько слов о отборе материалов, о отборе журналов для индексирования в базе данных Web of Science Core Collection. На сегодняшний день в мире существует более 60 тысяч периодических научных изданий. Это зависит от того, данное число зависит от того, как мы определим, что такое периодические научные издания. Из этих периодических научных изданий в базе данных Web of Science индексируется приблизительно 12,5 тысяч журналов. Если быть точным, для сегодняшний день это 12 501 журналов. И все журналы, которые индексируются в базе данных Web of Science, проходят чрезвычайно жесткий отбор на качество публикаций. С самого начала при создании базы данных Web of Science была поставлена задача индексировать не все научные издания, а те, которые составляют классику, золотой фонд научных мировых публикаций. И на сегодняшний день такой вот достаточно жесткий отбор к выбору журналов для индексирования является методологической основой разработки и поддержания базы данных Web of Science. При этом я хотел бы отметить, что компания Thomson Reuters сама научные журналы не издает. Достаточно часто мы получаем вопросы, не могли бы вы опубликовать ту или иную научную статью. Это, наверное, самый популярный вопрос, который мы получаем. Сразу хотел бы сказать, что нет, не могли бы, по той причине, что ни одним научным журналом мы непосредственно не владеем. Это принципиальная позиция, поскольку если бы мы сами издавали научные журналы одной рукой, а другой рукой отбирали бы ее для индексирования, то у нас был бы достаточно очевидный конфликт интересов. Теперь я хотел бы непосредственно продемонстрировать работу с базой данных Web of Science Core Collection. И все, кто работает в организации, которая есть на данную базу данных подписка, в том числе все сотрудники вашего университета, могут получить этот доступ, зайдя на интернет-сайт webofknowledge.com. Впоследствии, может быть, он будет переименован, но вот пока что в его названии есть слово Web of Knowledge. Я сейчас хотел бы попросить переключить меня на интернет. В середине января этого года у нас вышло новое обновление базы данных Web of Science Core Collection и всей информационной платформы Web of Science. Я очень рад, что, собственно говоря, в вашем университете мы как раз проводим первый в России семинар, который уже использует новый пользовательский интерфейс и новую версию платформы Web of Science. Те, кто уже работал с этим интерфейсом, видят, что он стал более, я, может быть, использовал бы слово элегантным, что он стал еще более простым и удобным для пользователей. Многие команды были убраны в выпадающее меню. И сейчас в качестве примера я хотел бы продемонстрировать поиск информации в базе данных Web of Science. Для того, чтобы начать поиск, вначале мы должны посмотреть, какие базы данных в целом имеются в вашей подписке. Как вы видите, у вашего университета есть три базы данных. Это основная база данных Web of Science Core Collection, которая раньше просто называлась Web of Science. И, кроме этого, база данных медицинских публикаций Medline и латиноамериканский индекс цитирования Cielo Citation Index. Так что, если среди присутствующих есть латиноамериканисты, то у них появился замечательный ресурс для их работы. Сейчас мы перейдем в базу данных Web of Science Core Collection. И проведем информационный поиск по этой базе данных. Вот здесь у нас есть строчка, в которой, собственно, мы можем ввести поисковые термины. Давайте, например, мы поищем информацию, используя ключевое слово «энергия» — «energy». И сразу скажу, что, как вы видите, интерфейс базы данных на английском языке — это международный информационный ресурс. И, собственно, вот тот интерфейс, который вы сейчас видите, — это тот интерфейс, который видят пользователи из учебных и научных организаций в более чем 100 государствах мира. Итак, мы на английском языке вводим термин «energy» и нажимаем на кнопку «search» — «поиск». Как вы видите, мы получили почти что 700 тысяч результатов. Это, наверное, дает определенное представление об общем объеме информации, которая содержится в базе данных. Но этим возможности базы данных не ограничиваются. В базе данных имеются специальные фильтры, инструменты, которые могут вам позволить настроить и сфокусировать ваш поиск. Для этого, прежде всего, вы можете воспользоваться панелью, которая находится в левой части экрана — «Refine Results» — уточнение результатов. На этой панели вы можете видеть несколько различных закладок, с помощью которых вы можете проанализировать те результаты информационного поиска, которые вы получили. Например, мы можем посмотреть распределение полученных результатов по различным научным дисциплинам. Для этого мы используем закладку категории «Web of Science», тематические категории «Web of Science». И сейчас мы видим разбивку результатов нашего поиска по различным научным дисциплинам. Как вы видите, мы получили огромное количество результатов, включая достаточно неожиданные. Например, мы получили свыше 3000 результатов из области наук о спорте. Мы получили более 2500 результатов из области зоологии и так далее. То есть здесь представлена разбивка всех результатов по различным научным дисциплинам. Далее, ставя галочки, мы можем выбрать, собственно, те информационные поля, те дисциплины, которые представляют для нас непосредственно интерес. Допустим, нас интересует использование энергии именно с точки зрения энергетики. Тогда мы выбираем поле «Energy Fuels» и нажимаем на кнопочку «Refine» — «Уточнить результаты поиска». 45000 — это по-прежнему достаточно большое количество результатов. И мы можем ввести дополнительные термины для нашего поиска. Допустим, нас интересует не энергия вообще, а энергия Солнца. И тогда мы вводим дополнительный термин «SOLO» — «Солнечное». И снова нажимаем на кнопочку «Поиск». А, как вы видите, мы сократили количество наших результатов до приблизительно 7000. И далее, таким же образом, мы можем посмотреть разбивку результатов по различным видам публикаций. Вид «Артикл» — это исследовательская статья. «Ревью» — это обзорная статья. В базе данных Web of Science в отдельный класс публикаций выделяются обзорные статьи по какой-то научной дисциплине. Поэтому, если вы хотите достаточно быстро составить представление о научной дисциплине, вы можете, например, сделать информационный поиск и дальше выбрать тип публикации «Ревью». И вы получите все обзорные статьи по данной тематике, которые проиндексированы в базе данных. И, наконец, «Проceeding Papers» — это материалы научных конференций. Они также выделяются в отдельный класс документов и также индексируются в базе данных Web of Science. Панель «Refined Results» позволяет нам ответить на большое количество различных вопросов. Например, мы можем узнать, кто является наиболее часто публикующимися авторами по данной тематике. Для этого мы можем открыть откладку «Авторы». И, как видите, здесь есть список наиболее публикующихся авторов. Вы видите, что наиболее публикующийся автор опубликовал свыше 60 публикаций по данной тематике. Мы можем посмотреть, где печатаются статьи по данной тематике. Вопрос, который мы достаточно часто получаем, — это в каких журналах публиковать свои статьи. Не будучи узкими специалистами в какой-то области, мы, естественно, не можем порекомендовать конкретные журналы по вашей специальности. Но мы можем показать, как, используя инструментарии в Web of Science, вы можете подобные журналы сами найти. Для этого вам нужно воспользоваться закладкой «Source Titles». И у вас на экран будет выведен список журналов, в которых наиболее часто такие статьи публикуются. Кроме этого, мы можем посмотреть, в материалах каких конференций чаще всего находятся результаты нашего поиска. Это поможет ответить на вопрос, на каких конференциях нам стоит выступать, если вас интересует какая-то научная тематика. Как вы видите, здесь у меня появился список научных конференций. И, наконец, мы можем отсортировать публикации по годам публикаций. Для этого я сейчас пройду по ссылке «More Options Values». Мы получим разбивку всех результатов публикаций по годам публикаций. И дальше, ставя галочки, мы можем выбрать те года, которые нас интересуют. Здесь сейчас в подписке Мордовского государственного университета находятся архивы, начиная с 2007 года. Так что мы, например, можем здесь выбрать публикации за последние три года. Давайте отметим 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годы. И снова нажмем на кнопку «Refine» и ограничим результаты нашего поиска этими публикациями. Наконец, в базе данных Web of Science также содержится информация о том, кто финансирует определенные исследования. Как вы знаете, на сегодняшний день, как правило, организации, выделяющие гранты на научные исследования, требуют, чтобы ученые, которые воспользовались этими грантами, в своих публикациях указывали источник финансирования. Эта информация также индексируется. И вот здесь вот, на панели «Refine Results» вы можете увидеть закладку «Funding Agencies». Зайдя по этой закладке, вы можете посмотреть, какие международные организации наиболее часто финансировали исследования по данной научной тематике. И, наконец, только что у нас появилась новая закладка на панели «Refine Results» — «Open Access». Закладка «Open Access» позволяет нам найти журналы с открытым доступом. То есть журналы, которые сразу же предоставляют открытый доступ к своим публикациям. В целом, база данных — это база данных реферактивная, но многие журналы на сегодняшний день открыто предоставляют доступ к своим публикациям, и с помощью панели «Open Access» мы данный доступ можем получить. Как мы дальше можем работать с результатами нашего поиска? Прежде всего, мы можем отсортировать результаты нашего поиска по количеству цитирований. Сверху над панелью с результатами поиска у нас есть различные опции сортировки. И здесь имеется опция сортировки тайм-сайтов, количество цитирований. И здесь, как вы видите, мы только что отсортировали все публикации по количеству цитирований, которые они получили в базе Web of Science Core Collection. Вы видите, что здесь у нас присутствуют публикации с весьма большим количеством цитирований. Тут есть публикации, которые были процитированы свыше 200 и более раз. Соответственно, это те публикации, которые вызвали наибольший интерес исследователей в данной области. Это, наверное, те публикации, с которыми вам прежде всего стоит познакомиться, если в этой области интересуетесь. Сейчас я хочу перейти к полной записи статьи. Как я говорил, база данных Web of Science — это база данных эфиративная. Для большинства публикаций здесь нет полного текста статей. И для статей здесь имеется та информация, которую вы видите. Это информация о названии статьи, информация об авторах. Обязательно аннотация к статье на английском языке. Наличие подобных аннотаций является обязательным условием для индексирования публикации в базе Web of Science. А также достаточно подробная информация по ключевым словам. Там полная информация об авторах статьи, информация об их афилиации, то есть об организациях, в которых они работают. Эта информация очень важная, потому что она позволяет нам потом посчитать количество статей, опубликованных представителями различных университетов и других научных организаций. И, наконец, вы видите, здесь внизу есть информация о финансирующих организациях. Вот в данном случае мы открыли статью датских исследователей, исследователей издания. Вот вы видите, что эти исследования были профинансированы, соответственно, датским советом по науке и программой развития Европейского Союза. Кроме этого, мы можем здесь видеть, также в полной записи статьи, всю информацию о цитировании этой статьи. Вот, например, данная статья была процитирована 286 раз, и если мы нажмем на эту цифру 286 раз, 286 цитирований, то мы полностью увидим все публикации, которые цитировали данную статью. То есть, тем самым мы можем проследить, как бы, несколько поколений передачи определенных научных идей и концепций от одного научного поколения к другим. И точно таким же образом здесь проиндексирована вся библиография этой статьи. Здесь указаны все источники, которые данную статью цитируют. Теперь я вернусь к результатам нашего поиска. Вот мы еще раз провели поиск, и я хотел вам показать, каким образом мы теперь можем работать с результатами нашего поиска. Давайте я снова отсортирую эти результаты по количеству цитирований, для того, чтобы у нас получились наиболее часто цитируемые статьи. Вот в данном случае я уже не ограничивал публикации по временной. То есть, мы сейчас смотрим все публикации, начиная с 2007 года. И, как вы видите, мы здесь увидели наиболее цитированную публикацию. Это публикация двух российских ученых, лауреатов Нобелевской премии, к сожалению, правда, сейчас работающих не в России, Андрея Гейма и Константина Новоселова. Эта публикация была процитирована свыше 9 тысяч раз. Это одна из наиболее цитируемых публикаций в этой научной области. Сразу могу сказать, что аналитики компании Thompson Reuters на основе информации из базы данных Web of Science каждый год занимаются предсказанием тех, кто в этом году будет награжден Нобелевской премией. И приблизительно с 50% вероятностью угадывают. Скажем, в этом году результаты были очень успешные, потому что больше половины тех, кто получили Нобелевские премии, были названы нашими аналитиками в качестве наиболее вероятных кандидатов. И эта информация была получена именно на основе анализа цитирования в базе данных Web of Science. Итак, если нас интересуют, допустим, три наиболее часто цитируемые статьи в этом списке, то мы можем выбрать эти статьи. И после этого у нас есть несколько возможностей для записи этой информации. Мы можем записать эти статьи в самых различных форматах, а можем записать их в специальной программе по работе с научной библиографией, в программе EndNote. Сейчас в качестве примера... Сейчас в качестве примера мы в программе EndNote эти статьи запишем. Сразу скажу, что для того, чтобы пользоваться этими возможностями базы Web of Science Core Collection и других ресурсов на платформе Web of Science, вам необходимо зарегистрировать ваш профиль. Регистрация профиля бесплатно, достаточно простой процесс. Видите, в данном случае база данных... Я работаю в своем профиле, а база данных меня узнала и называет меня по имени. Вот, если вы еще ваш профиль не зарегистрировали, то вот здесь вот, пройдя буквально пару шагов, вы сможете зарегистрировать свой профиль. И это позволит вам, например, делать то, что я сейчас демонстрирую, это сохранять результаты вашего поиска в библиотеке EndNote. Как вы видите, я три статьи только что там сохранил, и у меня рядом с названиями статей появилась пиктограмма N, EndNote. Как я говорил, помимо, собственно, базы данных Web of Science Core Collection, у нас есть инструменты, которые позволяют эффективно с этой информацией работать. И сейчас мы перейдем, собственно, к такому инструменту, да именно к программе EndNote. Прежде чем мы это сделали, я хотел бы показать еще один очень эффективный инструмент базы данных Web of Science, а именно то, что база данных Web of Science позволяет вам сохранить ваш поиск. То есть, если вы работаете в вашем профиле, вам не нужно каждый раз повторять один и тот же информационный поиск. Если вы нажмете на кнопочку Search History, История поиска, то вы получите здесь список абсолютно всех информационных поисков, которые мы сегодня произвели. Мы можем открыть этот поиск, мы можем его посмотреть. И кроме этого, мы можем этот поиск сохранить. Давайте, допустим, сохраним здесь поиск номер 4. И сохраняя ваш поиск, вы можете создать автоматическое оповещение о новых публикациях, которые соответствуют данному информационному поиску. То есть, ежемесячно или еженедельно вы будете получать на адрес вашей электронной почты информацию о всех новых публикациях, которые поступили в базу данных, которые данному поиску соответствуют. Вот здесь вот я сейчас окно сохранения поиска открыл. И вы видите, что здесь вы можете ввести ваш адрес электронной почты. И либо еженедельно, либо ежемесячно вы информацию о новых публикациях будете получать. Теперь я хочу перейти к программе библиографического менеджера R-NOT. На платформе управления базой данных Web of Science находится закладка программы R-NOT. Сейчас у меня эта программа загрузится. Я сразу хочу сказать, что программа R-NOT – это общедоступный и бесплатный инструмент. То есть, для того, чтобы ей пользоваться, у вас нет необходимости иметь на эту программу специальную подписку. Любой пользователь интернета может получить доступ к этой программе, набрав в интернет-поисковике слова R-NOT-Web, в одно слово, .com. Итак, мы сейчас открыли программу R-NOT. И вы видите, что у меня здесь в программе собрана библиотека различных ссылок на научные публикации. С левой стороны вы видите различные группы ссылок или папки, где вы эти публикации можете разместить. Я сейчас не буду говорить о всех возможностях программы R-NOT. Я останавливаюсь только на одной, наверное, самой интересной, благодаря которой многие программы R-NOT пользуются. И это возможность форматирования, автоматического форматирования библиографии научных статей. Для того, чтобы с помощью программы R-NOT отформатировать библиографию научной статьи, необходимо перейти в закладку «Формат». Затем выбрать какую-либо папку со статьями, которая вас интересует. Допустим, я сейчас выберу папку Garfield, выбрать формат файла. И дальше я открываю меню, в котором уже перечислено несколько тысяч различных библиографических стилей, различных шаблонов оформления публикаций. Обратите внимание, что большая часть этих шаблонов — это название журналов. То есть, с помощью программы R-NOT вы можете отформатировать вашу статью в соответствии с требованиями какого-то конкретного научного журнала. Давайте выберем химический журнал, например, ACS-NOT. И посмотрим, как выглядит наша библиография. Сейчас я попробую загрузить еще раз. И сейчас программа нам автоматически отформатирует библиографию в соответствии с тем шаблоном, который мы задали. Возможно, здесь стоит ограничение использования внешних веб-сайтов. Давайте я попробую еще один. Да, вот мы получили всплывающее окно. И, как вы видите, мы сейчас получили полностью библиографию нашей статьи, которая отформатирована в соответствии с требованиями журнала ACS-NOT. Хочу сказать, что среди прочих библиографических стилей здесь присутствует стиль ГОСТ. И сейчас ту же самую библиографию я отформатирую в соответствии со всем нам хорошо известным стилем ГОСТ. Не работал раньше с планшетами такого типа, поэтому не очень. У меня сейчас, к сожалению, здесь нажимается команда. Но я хотел вам показать, что с помощью программы EndNote вы можете одним кликом мышки или одним нажатием замечательного планшетного стилуса менять форматирование вашей научной публикации. Достаточно часто препятствием для эффективной публикации наших ученых в зарубежных журналах являются именно формальные ограничения. Достаточно большое количество статей отвергается просто по формальному признаку, в том числе по причинам их неправильного оформления. Вот программа EndNote позволяет вам автоматически форматировать библиографию вашей статьи в соответствии с шаблонами международных научных журналов. Ну и кроме этого, еще раз в соответствии с шаблоном ГОСТ. Я думаю, что все, кто писал диссертацию, хорошо помнят, какое количество труда и времени уходит на форматирование библиографии. Вот программа EndNote позволяет это делать очень быстро и эффективно. Кроме этого, в программе EndNote имеется специальный программный модуль Cite While You Write Цитируй, когда ты пишешь Который позволяет вам работать непосредственно в программе Word. Я сейчас этот модуль показывать не буду, это еще достаточно определенное количество времени бы заняло. Мы рассказываем более подробно об использовании этого модуля на наших интернет-семинарах. Я в интернет-семинарах покажу. У нас есть наш русскоязычный веб-сайт, который поддерживается силами московской команды Thompson Reuters. И мы раз в два месяца приблизительно проводим семинары, где подробно рассказываем о работе с теми или иными информационными ресурсами. Теперь я хотел бы вернуться в базу данных Web of Science Core Collection и ответить на два часто задаваемых вопроса. Первый вопрос – это где можно найти импакт-фактор научного журнала? Наверное, многие из вас эти слова уже слышали. Я коротко хотел бы рассказать об импакт-факторе, что такое импакт-фактор. Импакт-фактор – это показатель популярности научного журнала, который рассчитывается на основе количества цитирований данного журнала в базе данных Web of Science. Для того, чтобы, например, посчитать импакт-фактор научного журнала за 2012 год – это последний год, за который у нас имеется информация в импакт-факторах – нам необходимо знать два показателя. Нам необходимо знать количество статей, которые опубликованы в данном журнале за предыдущие два года, и, кроме этого, количество цитирований, которые эти статьи получили в 2012 году. Соответственно, зная эти два показателя, мы можем рассчитать импакт-фактор данного журнала. Чем импакт-фактор выше, тем чаще статьи в данном журнале цитируются. Соответственно, если вы публикуете статью в журнале с более высоким значением импакт-фактора, тем большая вероятность в среднем, что ваша статья также будет активно цитироваться. Сейчас я хотел бы перейти обратно в базу данных. Информация об импакт-факторах журналов содержится в базе данных Journal Citation Reports – отчеты о цитировании журналов. Завтра я буду еще раз выступать и рассказывать о политике отбора журналов для индексирования в базе на платформе Web of Science. И тогда я более подробно об этой базе данных расскажу. Так что еще раз, если вас интересуют показатели импакт-факторов журналов, то вам необходимо воспользоваться базой данных Journal Citation Reports – отчеты по цитированию журналов. И сейчас я хотел бы показать еще один вид поиска. Это таким образом мы можем найти в базе данных Web of Science публикации определенного автора. Это один из наиболее популярных видов поиска в базе данных Web of Science, когда мы стараемся найти все публикации и посмотреть информацию по цитированию определенного автора. Я предлагаю сейчас поискать работы известного российского ученого, физико-химика, проректора Московского государственного университета, академика Хохлова. Итак, для того, чтобы произвести поиск, нам вначале нужно выбрать поле поиска. Для того, чтобы произвести поиск, мы записываем фамилию на английском языке. И дальше мы можем ввести первые инициалы имени ученого до четырех инициалов. И сразу скажу, что здесь имеется достаточно большая проблема, потому что у нас авторы очень по-разному подписывают свои статьи. Статьи могут быть подписаны полным именем, они могут быть подписаны инициалами имени отчества, они могут быть подписаны полным именем и первые буквы отчества и так далее. Поэтому для того, чтобы провести эффективный поиск, мы можем воспользоваться так называемыми символами усечения. Самый часто используемый из них это символ усечения звездочка. Звездочка у нас занимает любое количество символов. Так что вот таким вот образом наш поиск может выдумать. И для того, чтобы произвести поиск, мы должны произвести его по информационному полю автора. Мы должны выбрать здесь из списка полей поиска то поле, которое более всего соответствует той информации, которую мы ищем. Первая ошибка, которую очень часто делают пользователи, когда они начинают искать публикации автора в поле топик. Поле топик используется для тематических поисков. Я только что его использовал для поиска посолочной энергии. Итак, мы только что получили 12 публикаций. Давайте посмотрим любую из этих публикаций. Как вы видите, вот здесь у нас в информации об авторе в поле адрес содержится информация об афилиации. В данном случае Агарев Мордовин State University. Это и есть ваш университет. То есть вот мы нашли данную публикацию господина Ревина. Вот вы видите, в данном случае фамилии подписаны двумя первыми инициалами. Сразу скажу, что фамилия Ревин не очень сложная, поэтому относительно легко искать информацию по этой фамилии. Ну, например, для того, чтобы продемонстрировать сложность иногда поиска правильной информации по фамилии, я предлагаю, например, поискать работы петербургского физика Юрия Шаполянского. Можете прикинуть приблизительно, сколько количества различных вариантов написания на английском фамилии Шаполянский. Фамилия Хохлов, собственно говоря, то же самое. Я использую для демонстрации поиска также, потому что по этой фамилии достаточно большое количество различных вариантов бывает. Сейчас я вернусь к поиску. Вот мы получили здесь 12 результатов. В левом бежнем углу вы видите список, количество результатов. Итак, 12 результатов. Для того, чтобы точно узнать, являются ли все эти публикации публикациями именно того автора, публикации, которого мы ищем, нам сейчас нужно будет эти публикации просмотреть. После того, как вы публикации просматриваете, те публикации, которые вам интересны, вы можете поместить в специальный список Marked List, список отмеченных публикаций. И после того, как вы найдете полностью все публикации интересующего вас автора, вы можете создать отчет по его цитированию. Давайте я сейчас предположу, что все публикации в этом списке, 12 публикаций, именно являются публикациями того автора, которого мы ищем. Как вы видите, в правом верхнем углу у нас имеется специальная иконка Create Citation Report. Создать отчет по цитированию. После того, как мы получили исчерпывающий список публикаций, мы можем нажать на эту ссылку, создать отчет о цитировании, и база данных автоматически создаст для нас отчет по цитированию статей данного автора. Как вы видите, в этот отчет включено два графика. На левом графике мы видим количество публикаций в разбивке по годам. И напомню, что здесь представлены публикации начиная с 2007 года, поскольку именно информация с 2007 года сейчас имеется в доступе вашему университету. Вполне возможно, что на самом деле у этого автора статей в базе данных в Web of Science гораздо больше, а просто эти статьи, которые опубликованы ранее 2007 года. А справа, на правом графике, вы видите количество цитирований, тоже в разбивке по годам, которые статьи господина Ревина получили. И, наконец, в правом верхнем углу имеется небольшая таблица. Это, наверное, самое интересное в отчете по цитированию. Собственно говоря, ради получения этой таблицы, как правило, отчет по цитированию делают. Вы здесь видите несколько основных показателей публикационной активности. Первый показатель, Results Found, это общее количество публикаций, прииндексированных в базе данных в Web of Science, Core Collection. Это 12 публикаций. Дальше идут три показателя цитируемости. Some of the time cited, это общее количество цитирований, в данном случае 20. Дальше у нас есть общее количество цитирований из обычного самоцитирования. В принципе, достаточно нормально, что у нас многие авторы цитируют самих себя. Это достаточно естественный процесс. Но вот на всякий случай база данных позволяет нам получить два показателя. Общее количество цитирований автора и количество цитирований из обычного самоцитирования. Дальше у нас идет показатель количества цитирующих статей и среднее цитирование одной статьи, или удельное цитирование. Вот в данном случае оно равняется 1,67. И, наконец, самым последним показателем является показатель индекса Хирша. Возможно, вы тоже об этом показателе в последнее время довольно часто слышите. Это один из основных библиотерических показателей. Показатель достаточно новый. Он был введен в 2005 году американским физиком Йоргой Хиршем. У этого показателя достаточно сложная математическая формула и достаточно простой практический смысл. Если у автора индекс Хирша составляет 2, как в данном случае, это значит, что у данного автора есть две статьи, проиндексированные в базе данных Web of Science, которые были процитированы 2 и более раза. Вот здесь вот у нас все статьи разбиты по количеству цитирований. Вот видите, здесь в столбце Total с правой стороны имеется общее количество цитирований статьи. Статьи размещены по убыванию количества цитирований. И первая статья здесь была процитирована 11 раз, вторая статья 7 раз, а третья статья всего один раз. Значит, у нас есть две статьи, которые были процитированы свыше двух раз. Соответственно, индекс Хирша для этого автора равен 2. Еще раз я напоминаю, что, пожалуйста, имейте в виду, что здесь мы смотрим информацию только по публикациям, начиная с 2007 года. То есть, публикацию в рамках того архива, который есть сейчас у вас в доступе. Соответственно, на полной глубине архива эта цифра может быть несколько другой. Соответственно, если у какого-то автора индекс Хирша 5, это значит, что у него есть 5 публикаций, проиндексированных в Web of Science, Core Collection, которые были процитированы как минимум 5 раз. Если индекс Хирша равен 10, то, соответственно, 10 публикаций, которые минимум 10 раз были процитированы. Вот таким вот образом определяется значение индекса Хирша. Сразу хочу предупредить, что когда вы видите вообще значение индекса Хирша, то обязательно необходимо понять источник этих данных. Потому что в данном случае, допустим, мы говорим об индексе Хирша, рассчитанном на основе базы данных Web of Science. Соответственно, если вы используете какие-то другие данные, вы тоже можете посчитать по той же формуле индекс Хирша, но он будет рассчитан на основе других данных, он, соответственно, будет очень сильно отличаться. Поэтому всякий раз, когда вы видите значение индекса Хирша, вам стоит уточнить, на какой базе данных и по какому временному ряду данный показатель рассчитывался. И, наконец, хочу обратить ваше внимание, что в базе данных Web of Science нет какого-то одного единого показателя, который назывался бы индекс цитирования. В последнее время к нам очень часто приходят вопросы такого плана, что нам нужно срочно найти наш индекс цитирования в базе данных Web of Science, и мы индекс цитирования найти не можем. Такой индекс найти нельзя, потому что такого отдельного показателя в базе данных нет. В базе данных есть те показатели, которые вы сейчас видите в отчете по цитированию. То есть, общее количество публикаций, общее количество цитирований, среднее цитирование одной статьи и индекс Хирша. Ну и дальше на основе этих показателей, самостоятельно, используя базу данных Web of Science, можно, в принципе, рассчитать различные дополнительные наукометрические показатели. Вот таким вот образом мы можем искать публикации какого-либо автора. Я сейчас хотел бы еще раз вернуться к нашему поиску и показать поиск публикации по автору на примере Академика Хохнова по нескольким причинам. Во-первых, показать, какое в целом количество публикаций у российского автора может быть в базе данных Web of Science. Во-вторых, проинвестировать некоторые дополнительные возможности информационные, которые в базе данных есть. Сразу скажу, что здесь написание фамилии. Мне очень простое. Например, здесь можно в середине фамилии тоже, если вы не знаете, как точно на английском языке пишется фамилия Хохлов, то вы тоже можете воспользоваться символом звездочка. Вот такой вот поиск вы можете записать. Ну, я сейчас звездочку использовать не буду. Использую звездочку только в фамилии. И проведем поиск работ данного автора. Вот, посмотрите, мы получили достаточно большое количество работ. Почти 60 работ. Опять же, это работы, опубликованные начиная с 2007 года. Но мы не знаем, каким именно Хохловым данная работа принадлежит. Фамилия Хохлов достаточно распространенная. И для того, чтобы установить точно, кто является авторами данных работ, мы можем опять воспользоваться панелью уточнений результатов, Refine Results, которая у нас находится слева от списка результатов, и воспользоваться закладочкой Authors, автора. Для того, чтобы получить полный список, пройдем по ссылке More Options Paries. Получить все варианты. Вот, посмотрите, мы получили здесь огромное количество вариантов разных фамилий. Не удивляйтесь этому количеству, потому что здесь находятся все авторы с фамилией Хохлов. И, кстати, я здесь сделал, на самом деле, ошибку. Мне придется еще раз повторить поиск, потому что Хохлов зовут Алексей Ремович. Я поставил неправильный инициал к его фамилии. Но, как видите, с самыми разными инициалами этих авторов достаточно много. Вот мы получили свыше 300 результатов. Я еще несколько удивился, почему у нас на ВХах слова было так мало результатов. Хотя 60 публикаций в Google Science это совсем немало. Но, как вы видите, если мы ищем А Хохловых, то их уже не 60, а свыше 300 публикаций. Дальше мы снова воспользуемся закладкой автора. И дальше мы получаем полный список всех авторов с фамилией Хохлов и их соавторов. Мы этот список можем отсортировать в алфавитном порядке. И здесь, из этого списка, мы теперь должны выбрать те варианты написания фамилии, которые нашему автору соответствуют. Вот я в этом списке таких вариантов вижу два. Это Хохлов А. Я академик Хохлова зовут Алексей Ремович. И это просто Хохлов с нейцалом А. Многие статьи академик Хохлова также могут быть подписаны. И нажмем на кнопочку Refine, чтобы получить все результаты поиска. Итак, как мы видим, мы получили сейчас 251 результат. Являются ли все эти результаты статьями академика Хохлова? Правильный ответ на этот вопрос мы точно не знаем. То есть теперь мы должны, как только что мы смотрели по автору Ревину, точно так же мы должны теперь посмотреть все статьи и установить, они к данному автору относятся или нет. Достаточно сложный процесс, в особенности, если вы не знакомы с этой предметной областью и с данным автором. Вот для того, чтобы поиск работ по автору облегчить, и для того, чтобы у авторов, у самих, был достаточно эффективный инструмент идентификации своих работ, у нами был создан специальный инструмент Research ID или авторский профиль исследователя. Давайте я сейчас посмотрю несколько статей академика Хохлова. Кстати, как вы видите, это статья, которая только что была опубликована. Вот мы снова вернулись к общему списку фамилий Хохлов. Я сейчас покажу собственный инструмент Research ID, то есть авторский профиль исследователя. Вы можете найти этот авторский профиль исследователя на сайте researchid.com. Вот сейчас я нахожусь в своем собственном профиле. С помощью этого профиля каждый ученый, каждый автор может создать список своих собственных публикаций. Вот сейчас я перейду к функции поиска. Итак, вот мы получили акт на поиска, достаточно простое. И здесь мы снова наберем фамилию Хохлов. Спасибо. 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 Набираем фамилию Хохлов на английском языке и производим поиск. Давайте я попробую сейчас набрать просто фамилию Хохлов. Сейчас вы увидите список всех авторов, которые создали свои авторские списки литературы на сайте researchid.com. Вот мы получили список. Как видите, этих авторов уже достаточно много. К сожалению, сейчас у нас сайт достаточно долго грузится. Вот, как вы видите, есть автор Алексей Хохлов, единственный Алексей Хохлов, который работает в Московском государственном университете. Сейчас мы откроем его авторский профиль researchid. Вот мы такой профиль открыли. И посмотрите, у нас здесь у Алексея Ремочи Хохлова создан его авторский профиль и, соответственно, есть его номер, номер researchid. Сейчас я хотел бы попросить помощи вернуть меня на сайт researchid и помочь мне скопировать этот профиль, номер этого профиля, вернуться в базу данных log of science. Сейчас я вернусь к странице поиска. И попрошу вас вставить сюда этот номер. Замечательно. Мы вставили номер researchid академика Хохлова, выбрали специальное поле поиска по базе данных идентификатора автора, author identifiers, и нажали на кнопочку поиск. И вот мы получили 210 публикаций. Вот эти 210 публикаций, это, собственно, публикации, которые были выбраны самим академиком Хохловым и были лично им или его помощниками. Я подозреваю, что кто-то из их помощников, наверное, участвовал в этой работе, достаточно большая работа. Вот это те публикации, которые были отобраны им для своего списка публикаций в Researcher ID. И напомню еще раз, эта публикация начинается с 2007 года. Теперь давайте мы воспользуемся функцией создания отчетов по цитированию. Вот у нас отчет по цитированию для академика Хохлова, для его публикации за последние несколько лет. Вот, как видите, всего мы нашли 210 публикаций. Совокупно они были продетированы почти что тысячу раз. И индекс Хирша этого списка публикаций равен 15. Сразу скажу, что это показатели чрезвычайно высокие. Так что очень приятно то, что есть российские ученые, причем российские ученые, живущие и работающие в России, и которые вот таких вот показателей публикационной активности достигают. Так что вот, если у вас есть публикации в базе данных Web of Science, то очень удобным способом идентифицировать свои собственные публикации является создание вашего авторского профиля Researcher ID. И я бы хотел всем порекомендовать это сделать. И опять же, собственно, создание этого профиля, это инструмент бесплатный. В принципе, любой пользователь интернета этим инструментом может воспользоваться. Собственно, для создания профиля Researcher ID подписка на как таковую базу данных Web of Science даже не обязательна. Теперь я вернусь к профилю Researcher ID. И давайте посмотрим, что мы видим в авторском профиле Researcher ID академика Хохлова. Как вы видите, здесь у академика Хохлова всего находится 657 публикаций. Здесь тоже у нас есть функция Citation Matrix, информация о цитировании. Посмотрите, здесь приведены, в принципе, те же показатели, которые мы можем найти в отчетах по цитированию в базе данных Web of Science Core Collection. У нас есть общее количество публикаций, у нас есть количество цитирований, как вы видите, всего здесь количество цитирований свыше 12 тысяч, среднее количество цитирований одной статьи, почти 19, и индекс Хирша, 54. Сразу могу сказать, что это чрезвычайно высокие значения, значения очень высокие по сравнению с любыми мировыми средними данными. Но обратите внимание, что здесь у нас появляется еще одна строчка. Articles with Citation Data. Статьи с информацией о цитировании. Вот из этой строчки следует, что у академика Хохлова в базе данных Web of Science проиндексировано 652 статьи. Поскольку это та информация, которая автоматически закачивается в профиль Research ID из базы данных Web of Science. То есть, создав свой профиль Research ID, вы сразу же в профиле Research ID можете получить информацию о своем цитировании. И, кстати, опять же, поскольку доступ к профилю Research ID свободный, то вы можете послать ссылку на этот профиль любому из своих коллег, опять же, вне зависимости от того, у них подписка на Web of Science есть или нет. Как только что я сказал, всего в списке публикаций у академика Хохлова 657 статей, а в списке статей с информацией о цитировании 652 статей. То есть, есть в этом списке, откуда-то появилось еще две дополнительные публикации. Вот инструмент Research ID, в свой авторский профиль публикации в Research ID, вы можете как вносить статьи непосредственно из базы данных Web of Science. Это очень удобно делать. В базе данных Web of Science есть просто кнопочка. Я сейчас открою запись любой статьи. И вот здесь вот, в меню My Tools, My Instrument, и вот у вас есть кнопочка Research ID. С помощью этой кнопочки вы можете очень быстро свои собственные публикации идентифицировать. Но при желании вы можете также внести в свой профиль Research ID те публикации, которые в базе данных Web of Science нет. Вот для этого вы можете воспользоваться программой EndNote, программой менеджера библиографии. И как вы видите, в программе EndNote имеется внизу папочка My Publications. С левой стороны на специальной панели работы с программой у нас имеется папочка My Publications, Мои публикации. Вот все публикации, которые вы размещаете в эту папку, автоматически будут копироваться в ваш авторский профиль Research ID. И программа EndNote позволяет создавать библиографические ссылки как на статьи, которые индексируются в Web of Science, так и на статьи, которые в базе данных Web of Science не индексироваются. Таким образом, вы в списке публикаций Research ID можете включать как статьи из Web of Science, так и другие источники, например, статьи из российских журналов, которые не индексируются в базе данных Web of Science. Сейчас я еще раз вернусь в авторский профиль Research ID. Здесь тоже имеется достаточно много различных возможностей. В частности, у нас имеется такая вот карта, которая показывает, сколько авторских профилей Research ID на сегодняшний день создано учеными разных стран мира. Здесь вы можете увидеть, что наибольшее количество профилей Research ID находится в США, почти 60 тысяч профилей было создано в США. В Европе наибольшее количество профилей Research ID было создано в Великобритании, свыше 20 тысяч. Это неудивительно, эти страны являются мировыми лидерами в научных исследованиях. Но, когда у меня сейчас снова загрузится эта карта, я хочу обратить ваше внимание на то, что очень активно идет развитие публикационной активности во многих развивающихся странах. Свыше 30 тысяч профилей Research ID создано в Бразилии, например. Огромное количество профилей Research ID создано в Китае. Китай на сегодняшний день, неудивительно, занимает второе место после Соединенных Штатов. И, наконец, очень большое, достаточное количество профилей Research ID на сегодняшний день создано в России. Вот давайте посмотрим. 38 тысяч профилей создано в Китае. И сразу же вам назову цифру. Около 18 тысяч профилей Research ID уже было создано в России. Так что Россия в данном случае смотрится очень неплохо и достаточно быстро страны, мировые лидеры догоняют. Еще раз хочу сказать, что профилей Research ID это очень удобный способ для точной идентификации своих публикаций. С помощью профилей Research ID, например, достаточно быстро можно почитать количество публикаций какого-то научного подразделения. Если все ученые, которые публикуруют в международных журналах в этом подразделении, или даже не в международных журналах, создали свои профили Research ID. Вот такие вот основные информационные инструменты. В целом комплекс информационных инструментов, о которых я хотел сегодня рассказать. Я хотел сказать, что мы поддерживаем информационный веб-сайт на русском языке. Сейчас на этом слайде вы видите адрес этого веб-сайта voc.info.com касая черта Russia. На этом веб-сайте вы можете найти информацию на русском об основных информационных инструментах, о которых я сегодня рассказывал. Кроме этого, мы приблизительно раз в два месяца проводим интернет-семинары. Так что, пожалуйста, все, у кого есть вопросы, кому хотелось бы более подробно с этими информационными инструментами поработать, то вы можете воспользоваться этим веб-сайтом. С левой стороны у нас есть закладки, исследователям, администраторам и редакторам. Я думаю, что большинству здесь присутствующих, наверное, интереснее всего будут материалы, размещенные в разделе исследователям. И вы видите здесь материалы на русском языке с описанием информационных ресурсов. Здесь же есть записи ранее проведенных интернет-семинаров. Сразу предупрежу, что эти записи, вы видите, здесь указаны даты семинаров. Соответственно, эти семинары, которые проводились в прошлом году, это еще старый интерфейс программы. Но практически все функции, которые здесь описаны, они в новом работают, просто в новом интерфейсе некоторые дополнительные возможности появились. Так что, и кроме этого, здесь внизу есть записи различных больших обзорных семинаров, которые нами проводились. Я сейчас хочу поблагодарить вас за внимание. Еще раз сказать, что очень приятно иметь возможность выступить у вас с рассказом об этих инструментах. В настоящее время они в России достаточно быстро осваиваются. Скорость их освоения различна в различных университетах. Во многих университетах и научных организациях, к сожалению, нет доступа. К счастью, благодаря активности вашего университета, активности вашей научной библиотеки такой доступ в Мордовском государственном университете есть. Поэтому, пожалуйста, эти инструменты находятся в вашем доступе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...